Особое мнение на 101FM Город активно перекопан Ведется реконструкция и ремонт теплосетей Но мы, если успеем, чуть позже затронем эту тему Как вы их характеризуете, это все Хотелось бы начать с вашего мнения по поводу в целом Текущей ситуации в строительной отрасли в нашем регионе По данным Кировстата, которые недавно появились Все ключевые отрасли экономики в нашем регионе уверенно растут Но в первую очередь рост связан со строительной сферой Январь-июнь, этот промежуток текущего года По сравнению с тем же периодом прошлого, 22-го года Рост на 30% Ну, если говорить просто Если мы и в прошлом году мало чего строили Или ничего не строили А в этом году вроде вернулись к нормальной жизни Отсюда и рост, да? Или я не прав? Начнем с того, что это все сферы строительства То есть это не только строительство жилья Но это и бюджетные стройки Сотчереждения в том числе В том числе, да То есть это и ремонтные работы То есть все те организации, которые выполняют строительные работы И отчитываются по виду строительства Они все сюда попадают К этой цифре нужно относиться, скажем, детально разделить ее То есть часть здесь это просто инфляция То есть с прошлым годом у нас цены на строительные материалы На выполнение строительно-монтажных работ Они значительно выросли То есть, ну, мы все видим, что... По вашей оценке сопоставимо с этими 30% или поменьше? Нет, 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 это, конечно, не 30% Я думаю, что это процентов до 10% Вот это инфляционная, скажем, составляющая А остальное это рост именно физических объемов То есть и в сфере жилищного строительства И в сфере, связанной с бюджетным финансированием Причем в бюджетном финансировании, наверное, больше, чем То, что финансируется за счет небюджета По вашей оценке, там, строительство, жилья Именно сколько составляющих в этой цифре? А вот по жилью здесь, наверное, ситуация интересная была Потому что по жилью мы отчитываемся, когда мы дом ввели в эксплуатацию Когда закончили все уже Да, то есть, когда дом введен в эксплуатацию, тогда мы отчитались Когда дом на стадии строительства, отчетность туда... Ну, это не попадает в сферу строительства Поэтому, сами понимаете, что строительство дома Многоквартирного, многоэтажного Это все-таки не несколько месяцев, не год Это полтора-два года такой, скажем, средний цикл именно строительства И вот та эпопея, которая была там последние два-два с половиной года Разрешения строительства не выдавались Разрешения начали выдаваться, наверное, с начала этого года То есть, и эти объекты в этот год не попадут Не попадут То есть, они в лучшем случае пойдут на следующий год Либо конец следующего года, да, уже 24-го приблизительно То есть, это 24-25-й год Первый квартал, начало 25-го года Да Любопытная ситуация Хотя, мне казалось, что тут и в отношении строительства жилья Тоже как-то в цифры эти попали Нет, у нас есть строительство крупных социальных объектов Школы, детские сады, да То есть, это в денежном эквиваленте Это очень большая сумма, которых раньше не выделялась И, соответственно, они повлияли вот на эту цифру В июле стало известно, что Киров Лидер среди городов с населением более полумиллиона человек По росту стоимости новых квартир, нового жилья С начала 2023-го года Но если, насколько я помню, в начале этого года Там тоже была статистика Киров попадал туда как лидер по росту стоимости на вторичное жилье Да, ну вот вы как охарактеризуете эту ситуацию? С чем это связано? Это рост стоимости, да, то есть, а не сама стоимость То есть, если мы посмотрим стоимость метра квадратного По сравнению с соседями регионами То мы не выбиваемся из этой цифры, да То есть, если там брать те же города-миллионники Которые рядышком, там, нижние И Казань, естественно, у нас цена там процентов на 25-30 будет меньше Пониже Да, то есть, ну, я не вижу здесь никакого, скажем, какого-то дисбаланса А с чем это связано? Давайте начнем с того, что, опять же, вернемся к выдаче разрешений То есть, на мой взгляд, здесь существенную роль сыграли два момента Ну, естественно, инфляция, да, то есть, те 10%, о которых я говорю, как минимум, они отразились на цене И второй момент, это то, что сейчас выдано большее количество разрешений именно в центральной части города В центральной части города, сами понимаете, что цена на метр квадратный выше, чем цена метра квадратного По сравнению, там, скажем, с какой-то отдаленной локацией, да То есть, соответственно, считается уже средняя цена То есть, если мы больше выдали разрешений на центр, то и у нас средневзвешенная, то есть, она поднялась То есть, я думаю, что здесь два момента Это то, что большее предложение появилось в центре города и инфляция Вот две составляющие, которые повлияли на эту цифру А на вторичке? Ну, вторичку, честно говоря, я не отслеживаю, поэтому, наверное, по ней не скажу Ну, она же завязана тоже, в том числе и на перевычную На вторичку, наверное, больше влияет доступность ипотеки, то есть, доступность возможностей приобретения Поэтому вторичка росла гораздо медленнее, потому что на первичку это все-таки государственная поддержка Причем она, ну, на сегодняшний момент, после роста ключевой ставки стала очень существенной То есть, проценты не изменились На уровне, там, чуть больше 5% можно получить на первичку Вторичка это по рыночной цене, то есть, это, ну, там, от 12, а по факту это, наверное, процентов 15 Ключевая ставка у нас, напомним, недавно была повышена Центральным банком России Как, на ваш взгляд, скажется эта ситуация? Ну, я думаю, что это все-таки переток потребителей со вторички на первичку Вторичка, наверное, сейчас в такой стагнации, в стопоре, то есть, пока люди не привыкли к этим новым условиям На первичке пока это, ну, на мой взгляд, это не отразилось Здесь мы были в эфире еще с одним из представителей риэлторов То есть, они сказали, что, да, это, наоборот, спровоцировало некий спрос Повышение спроса Повышение интереса Да, потому что, ну, люди, скажем, неопределенности, а вдруг повысят Вдруг государственная поддержка будет отменена Поэтому, скажем, ну, те, кто думал, они чаще склоняются к тому, что надо брать Ну, по-моему, на рынке недвижимости всегда так Всегда нужно брать быка за рога, что называется, сейчас А вот, знаете, вот моя точка зрения, вот, она сформировалась, там, уже последние, там, 15 лет Кому нужно жилье, кому нужно решать свои проблемы Ждать того, что что-то изменится в лучшую для вас сторону То есть, там, цена будет дешевле Льготы какие-то новые появятся Не стоит, то есть, если вам нужно решать вопрос, его нужно решать сейчас Те, кто занимаются инвестициями, да, то есть, они-то должны взвешивать, насколько окупаемость, там, и другие факторы Но таких людей, по-моему, взгляд, их не так много Инвестиции в недвижимость, да, вы имеете То есть, да, то, кто покупает на первичке с целью дальнейшей продажи Какова сейчас ситуация, Дмитрий Валерьевич, со строительными материалами, с прочими факторами, которые влияют на конечную стоимость квадратного метра? Как ситуация изменилась за последние месяцы? Ну, вот смотрите, то есть, у нас есть сезонное колебание цен и предложений У нас есть вещи, связанные именно с ростом строительства в целом по нашей стране, да, то есть, ну и плюс не забываем тот факт, что у нас сейчас большое количество строительных материалов, строительных ресурсов идет на восстановление новых территорий То есть, вот эти факты повлияли на то, что есть некоторое, ну, дефицит, наверное, трудно сказать, да, неправильно будет сказать Напряженность Напряженность, да, то есть, сроки увеличились, цены выросли, да, то есть, это вот именно связано с недостаточным производством строительных материалов для потребления вот этого пиковой нагрузки Почему пиковой? То есть, сейчас еще идет и сезонное потребление, это дачники, коттеджное строительство Ремонт, если возможно Одно накладывается сейчас Поэтому, ну, например, сезонные есть проблемы с цементом Вот они каждый год бывают, в этом году они начались раньше, и они еще не закончились Этой сложности с приобретением больших партий, это вагонные поставки, именно с нехваткой подвижного состава, но это бывают каждый год Он есть, но платить нужно больше, нет? Нет, 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 вопрос в том, что он есть на заводе, но его проблема привезти потребителю, то есть, в город Киров То есть, железная дорога плохо дает подвижной состав, можно привезти, например, автомобильным транспортом, но это опять маленькая поставка, это увеличение стоимости, то есть, вопрос в логистике Цемент, соответственно, это бетон в том числе Цемент, бетон, железобетонные изделия Железобетонные, там, металл, древесина, с ними как ситуация? Ну, если там говорят, что цены вернулись к прежнему уровню, то не так, да, они, может быть, какой-то отскок приобрели, но, тем не менее, с началом строительного сезона они начали потихонечку снова расти, то есть, там, 10-15% этот рост снова произошел Он когда летом был, этот отскок? Отскок он был, наверное, с началом специальной военной операции, да, то есть, ну, и после этого, как бы, цены... был шок, да, то есть, закрылись внешние рынки, да, был переизбыток и древесины, и металла, но постепенно, как бы, цены свое берут, то есть, они растут Мы сейчас в строительстве обходимся сугубо своими материалами, компонентами, техникой и так далее Ну, вот, давайте разделим, опять же, на технику и строительные материалы, то есть, по строительным материалам, вот, если то, что касается нашего предприятия, то, что касается наших коллег, у нас доля импорта была минимальна Причем она, в первую очередь, касалась какой-то электроники, да, то есть, это, там, управление тепловыми узлами, управление лифтами, да, то есть, вот, на сегодняшний момент дефицита или какой-то нехватки с этими компонентами я не вижу То есть, они вещи такие, ну, не настолько высокотехнологичные, чтобы их нельзя было заменить Но они сейчас наши? Они сейчас наши, белорусские, да, то есть, китайские, появились аналоги, да, может быть, там, ценовая категория стала чуть-чуть подешевле, подороже, но в общей стоимости такого существенного какого-то роста они не повлияли А класс тот же самый у них, да? Ну, это, по-живому, видим С долговечностью их Да, долговечность мы пока испытать не можем, то есть, это произошло, там, в прошлом году в этом, то есть, там, ну, 3-5 лет нам нужно для того, чтобы посмотреть Оценить Равнозначно замена или неравнозначно По технике есть предложение, скажем, той же китайской техники, немаленькая Вот вопрос в ее надежности, ее долговечности пока, тоже, скажем, остается открытым А что это за техника, если уж так уточнить, самая разная Это и башенные экраны, это и автомобильная техника, это и землеройная техника, то есть, аналоги можно, ну, как, вернее, по номенклатуре это все Есть российские, но они закрывают не все ниши, скажем, да, то есть, есть какие-то пробелы, скажем, экскаваторы Это тяжелые мы выпускаем, а средние их уже нет, да, то есть, вот какие-то пробелы в этом есть Возможно, там нужно время, да, чтобы какое-то прошло, чтобы эта ниша была заполнена Я не знаю, насколько у нас велик рынок, чтобы заполнять все ниши, да, то есть, мы же все равно живем в условиях мировой кооперации И заполнить все ниши, ну, может быть, просто это экономически нерентабельно, просто цена этой продукции будет намного выше, чем привезти из того же Китая А как на деле это выглядит? Приходится брать в аренду у других организаций какую-то технику? Ну, вы знаете, в советские времена никогда не было ничего, то есть, мы сейчас живем, ну, как сыр в масле, да, в плане обеспеченности техники То есть, найти другие какие-то технические решения для того, чтобы заменить нехватающую или там выпадающую технику, проблем нет Единственное, с той техникой, которую приобрели мы раньше, то есть, там, европейского, либо японского производства, да, есть сложности с поставкой запчастей То есть, это сроки, это очень большие сроки Ну, так или иначе, каналы эти есть, да? Каналы есть, я не скажу, что не привезти, но это сроки месяцами считаются Ну, и тут, наверное, логично обсудить в том числе и кадровый вопрос, как недавно заявил губернатор Кировской области Александр Соколов У нас нет проблемы безработицы, у нас катастрофическая проблема нехватки рабочих рук В строительной отрасли то же самое, например, фирма Маяковская Наверное, к этому высказыванию прибавить-то, добавить-то нечего Я помню, вы говорили, что вам в связи с кризисом пришлось расстаться с 40% сотрудников То есть, обратно мы этих людей набрать, к сожалению, не можем То есть, часть людей, наших людей, она вернулась, да? То есть, а вот в полном объеме, да, укомплектовать, скажем, необходимую нам численность мы не можем Что это за люди, их квалификации, их специальности? Это строительная, рабочая, да, то есть Рабочая ручка называется Это инженерно-технические работники, мастера-прорабы То есть, вот с этими кадрами есть проблемы То есть, в настоящее время есть возможность Есть вакансии Есть вакансии открытые, да? Я думаю, что не только в вашей строительной компании Каким образом, какие меры прорабатываете? Где ищите людей? Как варианты... Внутренние ресурсы, да Как варианты из других регионов приглашать? Ну, мы не настолько большая организация, чтобы нам, скажем, возить бригады из соседних регионов Из соседних дружественных стран Внутренние ресурсы Это совмещение Это вменение новых обязанностей Обучение С материальной компенсацией Перед тем, как новые обязанности на человека навесить Нужно же обучить Здесь, может быть, они ему свойства, как сказать-то, близки Но раньше, скажем бы, работало два человека, сейчас работает один Естественно, нагрузка человека возросла То есть, материальное поощрение Но, скажем, при каких-то обстоятельствах То есть, там, отпуск в больничный Да, закрыть уже некем получается То есть, вот этот момент По рабочим это привлечение субподрядных организаций То, чем мы раньше не пользовались Насколько это массово используется? Ну, у других организаций это практика существовала всегда У нас она была соединена к минимуму На сегодняшний момент, наверное, доля, там, 10-15% То есть, каждый десятый примерно, каждый восьмой Ну, скажем, это, если в денежном выражении То, скажем, из 100 рублей, то есть, 10-15 рублей Это эти деньги, которые работают подряд на организации Многие работодатели сейчас не видят иного выхода Как побороть кадровый голод Кроме как платить больше Вы идете на это? Ну, мы здесь... Изыскиваете возможности? Да, мы за этот год два раза подняли заработную плату Причем еще и отдельные кетеросценки были пересмотрены Да, то есть, плюсом к этому Вопрос в другом То есть, физически этих людей нету Потому что, ну, бороться нам с... Конкурировать с уровнем заработной платы в городах-миллионнике Ну, нет такой возможности Потому что уровень того же метра квадратного Как мы говорили, там, 25-30%, да? То есть, плюсом Если платить такую же заработную плату Просто у нас по такой цене никто наше жилье покупать не будет Поэтому мы здесь зажаты возможностями потребителя И желанием работать за такую заработную плату Какой-то компромисс Ну, мы всегда его искали То есть, вопрос, скажем, какой-то сбой Серьезности рынка А ток кадров из строительной отрасли в другие регионы Он по-прежнему есть? Первое... Переманивают более высокие зарплаты? Нет, наверное, здесь не ток кадров Когда мы потеряли наших работников Да, то есть, часть из них уехала в другие регионы Это, ну, как бы, недоподлинно известно Второй момент То, что повлияло, это Оборонное предприятие, которое перетянули работников Причем, именно строительных специальностей Потому что в их штате тоже есть Ремонтно-строительные какие-то подразделения Они ушли туда То есть, здесь вопрос, наверное, даже не Роста заработной платы Здесь вопрос в том, что люди Надеются на то, что у них там появится Бронный призыв То есть, вот такой момент Ну, и То, что уезжают Ну, наверное, нет Сейчас уже этот вопрос, наверное, стабилизировался А как со временем наш рынок в области строительной Он становится более привлекательным Для строительных организаций из других регионов Вы ощущаете как-то? А я не вижу, чтобы Интересно А я не вижу, чтобы приехали сюда подрядчики То есть, да, появляются организации, которые пытаются Какие-то вот единичные Они становятся Генеральным подрядчиком И здесь ищут наших местных подрядчиков Но Ни технику, ни персонал сюда никто не привозит То есть, это Приехал человек Здесь снял стол, стул Ручка с собой была в кармане На этом все закончилось То есть Быть привлекательными для других регионов нет Вы Сталкиваетесь с такими предложениями? Они всегда были То есть, это Больше всего на Государственных закупках Где К сожалению, 44-й закон запрещает Стать какие-то дополнительные барьеры Да, то есть И здесь, кроме цены Никаких других Скажем Преимуществ У соискателя нет Поэтому вот здесь Как раз Иногородние организации Которые сами Ничего за собой не имеют Ну и Примеры, мне кажется Ходить далеко не надо С 30-го школы Нам показало Что они берутся Но фактически Ничего сделать не могут Мягко говоря Не все так гладко Продвигается Совсем не гладко Да, совсем не гладко Недавно стало известно Что в Кирове Собираются строить Микрорайон Новые чистые пруды Почти на 700 тысяч Квадратных метров жилья Чиновники нам обещают Что это будет Комплексное развитие территории С созданием социальной инфраструктуры И так далее Это первый такой проект у нас? Именно комплексного Освоения территории? Нет Это второй проект Первый был Ганин Шубина Ганин Который не реализован В сегодняшний момент Почему Второй То есть у нас там Администрация говорила Что 26 договоров Комплексного развития КРТ Заключено Здесь идет речь о том Что земельный участок Предлагает именно государство То есть Будь то муниципальная Либо федеральная земля Для застройщика Не принципиально Все остальные Это были договоры Заключенные правообладателями То есть Где собственником являлся Сам застройщик В этом отличие Поэтому это второй Это хорошо Да Потому что Вовлекаются новые земли Которых Ну это невозобновляемый ресурс Их больше не становится И Если Речь идет о том Что нам До определенного уровня Нужно довести Жилищное строительство То Примерно из метра земли Получается метр жилья Ну так грубо мы будем считать Ну да То есть Если мы вводим 150 тысяч метров жилья То есть Нам надо 150 тысяч метров Квадратных земли Каждый год обновлять Чтобы мы шли на одном уровне Задача Перед Правительством Кировской области Поставлена Увеличивать Объем жилищного строительства То есть Это задача Поставлена федералами То есть Соответственно И земли мы Должны Вовлекать Вовлекать Вот в этот Строительный цикл Намного больше Не забывайте Что До того момента Как мы начали строить Требуется еще там Иногда очень длительное время Для того чтобы Оформить эту землю В соответствии со всеми нормами Нашего законодательства То есть Это и Ну начнем с самого простого Это кадастровая работа Землю строительной Но еще возникают вопросы Связанные С санитарными зонами С объектами культурного наследия И вот эти вопросы Они утягивают Просто на года То есть Мало того Что вот эта информация Появилась То есть Как она будет реализовываться На самом деле Здесь все-таки Эти земли должны Государствам быть Ну муниципалами подготовлены То есть Здесь Этих вот как раз Вопросов То есть Вопросы кадастров Должны Помогать решить Они будут минимальными И здесь Ну сроки На подготовку Они будут минимальными То есть Здесь Там не знаю Полгода можно Пройти экспертизу Для того чтобы Начать строить А затем Можно ли предположить Сколько там жилье будет стоить Насколько привлекательной Будет цена А это здесь уже нужно Кто победит На этом аукционе Почему Потому что Какой класс жилья Там будет заложен Какие нагрузки Социальные Сколько они будут стоить В метре квадратной Что такое комплексное развитие Это когда За ваши деньги Вам построят Какую-то социалку Я понимаю Рядом поликлинику построили Но я же понимаю Прекрасно Что вы за нее заплатили Заложен от саланца В квадратном метре То есть Насколько велики Здесь будут социалки Вот эти Два земельных участка Они очень большие по площади То есть У нас так исторически Служилось Что в городе Кирове Есть три крупных застройщика Вот эти три крупных застройщика Да Они В состоянии Освоить данную территорию То есть Я думаю Что они как раз И будут Соискателями На данную землю Такие застройщики Как мы И таких Наверное Больше пяти То есть В городе Кирове Середнички Так скажем Ну давайте так Нам это не потянуть Да То есть Вот поэтому Мы на эти объекты Не смотрим Мы на эти земельные участки Не смотрим А вариант Субподряда Там простите За такой Возможно наивный вопрос Когда они вас привлекают В каком-то Вернусь к тому Что земли Больше не становится Если у организации Есть земля То и кто-то с ней Расставаться Ну Только крайняя необходимость Поэтому это Маловероятно А вообще Вы считаете Логичным Такое развитие Города Вот именно В южном направлении Давайте начнем С того что У нас есть Генеральный план Который определяет Куда мы должны развиваться Соответственно Генеральным планом Да Эта территория Определена Для Живичного строительства То есть В ту сторону Город должен развиваться То есть Это не сейчас Нужно решать Да Это вопрос Он был решен Гораздо раньше Но Мне честно говоря Хотелось бы Чтобы эти новые Чистые пруды Выглядели Иначе Нежели Как выглядят Сейчас Современные Чистые пруды Когда ты туда Приезжаешь Ой Какой-то вот Отороп Какая-то охватывает Проблема с парковками И так далее Значит На сегодняшний момент Вот поскольку Это Территория Выделена Государством То здесь Первое Это пойдет Утверждение Проекта планировки Да То есть Эта большая территория Она будет разделена На отдельные земельные участки И будет определено Где будут находиться Жилые дома Где будет находиться Социалка Да То есть Вот на этом этапе Причем Эта Вещь Она будет утверждаться Администрация города Кирова То есть Здесь администрация В праве Вносить Своё видение Вот В развитие данной территории Это один момент А второй момент У нас сейчас утверждаются Правила По которым Застройщики В определенных локациях Должны Будут согласовывать Внешний облик зданий То есть С муниципалитетом Да С муниципалитетом То есть Это За исключением Скажем Исторической части города Здесь свои правила Действуют Да То есть Это вся центральная часть Оставшаяся Да То есть Это вдоль Крупных улиц И Новые все Микрорайоны Тоже Вот в это Согласование Тоже будут попадать То есть Есть На сегодняшний момент Это не утвержденный документ Но он на стадии Скажем Проработки находится Будет утвержден Киргской городской думой Срок там пока Стоит сентябрь Ну Не знаю Успеют Не успеют Тем не менее Требования К Внешнему облику Они там будут Расписаны Да То есть И вот Любое здание Которое будет попадать Вот В эту В эту территорию Оно должно быть Согласовано И соответствовать Этим правилам У нас подошло Время Небольшой рекламной паузы Я напоминаю Что мы общаемся С Дмитрием Сергеевым Генеральным директором Строительной фирмы Маяковская Членом правления Союза строителей Нашего региона Вернемся Через полтора минуты Не переключайтесь Продолжается наше общение С Дмитрием Сергеевым Членом правления Союза строителей Кировской области Гендиректором Строительной фирмы Маяковская Знаете Какой еще Дмитрий Варевич Интересует Район Хлебозаводской проезд Московская Горького Герцена Частенько там бываю Интересный район Да Старый Такой безусловно И Ну это считается Традиционно Там Для строительной фирмы Маяковская Такой родной с землей Да там все рядышком Есть какие-то планы Обсуждаются сейчас Про развитие этой территории Там история Уже более пяти лет То есть у нас был заключен Договор развития Застроенных территорий С администрацией города По которому мы должны были Расселить Там было Четыре деревянных Деревянных каменных Домов Которые были признаны Аварийными А администрация нам должна была Эту землю Призаставить под Жилищное строительство Мы свои обязательства Выполнили К сожалению Администрация Свои обязательства Не выполнили И нам пришлось В судебном порядке Решать данный вопрос Так На сегодняшний вопрос Земля нам передана Вот сейчас как раз Вопрос Катастроевых работ Подготовка К тому Чтобы начать Дестроить То есть будут планы Озвучены уже Уже да По заведению Проект планировки Он согласован Пять лет назад Он прошел Публичное обсуждение То есть все это есть Все это есть Где конкретно Стройка начнется Хлебозаводская Московская Хлебозаводской Московская Там остальное Все застроено То есть там Территория Есть Граждан строительные Гражданые кооперативы Есть территория Военной части То есть там больше Свободной земли нет Это единственное место Да Куда вот сейчас Вполне возможно По срокам Сориентируйтесь Когда получится Уже к работе приступить Ну я думаю Что это наверное Следующий год 2024 Получается Не могу не спросить Ваше мнение По поводу темы Которая будоражит Умы тысяч Жителей города Предюбилейный 2023 год Очень активно И в плане Перекладки Подземных коммуникаций Ремонта Реконструкции Теплосетей Наши коллеги Журналисты Из других средств Массовой информации Тоже уже Не одну передачу Этому посвятили Собирают разных людей Ответственных Сочувствующих И так далее Вы как оцениваете То что происходит Вот недавно Да Глава администрации Сети менеджера Вячеслав Семаков Упрекал У нас Теплоснабжающую организацию В том что Все раскопано А рабочих не видно Вы видите их Ну я начну с того Что то что Сети перекладываются Это хорошо Почему Потому что Износ сетей у нас Ну довольно таки Серьезный И Любая Реконструкция Она приводит к тому Что количество аварий В зимний период Оно сокращается То есть надежность Теплоснабжения Она возрастает То есть Если вернуться Ли там 10-15 назад То скажем У нас Ну количество аварий На мой взгляд Да было гораздо больше Чем их происходит сейчас За счет чего Меняются За счет того что Ну по сути дела Это все включено в тариф И за счет Других источников Здесь нет То есть деньги тратятся На то что На что они предназначены Вот для меня Это как бы скажем Радостно То есть если мы за это платим То мы видим что Сети на самом деле Перекладываются Со сроками Да проблема У Теплосетей такая же Как у всех остальных Это Порядочность подрядчиков Сроки выполнения Работ по реконструкции Инженерных сетей Ну Это скажем Вопросы скажем Такие больше Ну как сказать Это текущие деятельности Что такое порядочность Подрядчика Порядочность То есть Торопливость Понимание Нет Это то что Подрядчик выполняет Все свои обязательства Которые он взял в договоре Потому что Ну мы зачастую Видим и на бюджетных стройках И В своей деятельности Что Обязательства взятые В договорах подряда Они не выполняются Увы к сожалению Увы к сожалению Это реальность Да Ну Раскупок меньше Действительно не становится Тут планы еще и на Начало осени Большие У подрядчиков Раскопки переносятся С места на место Слава богу Что никаких несчастных случаев Не происходит Вы знаете Ну слава богу Так вот это хочется Постучать Да По столу То есть Меры предосторожности Безопасности Ограждения Это все таки да Соблюдается Еще одна Тема Которая звучит Этим летом Довольно остро Тоже большое число Горожан Возмущены тем Что у нас активно Вырубаются деревья Управление Зеленого хозяйства Нам говорит о том Что увы К сожалению Невозможно Компенсационные посадки Произвести быстро Людей не хватает Техники не хватает Тут недавно Речь зашла О том Чтобы может быть Нам свой закон Какой-то региональный Создать Где четко Была бы прописана Судьба вот каждого Дерева Как его чем Замещать Вы какой позиции Придерживаетесь Здесь Видите что Зелени меньше В городе становится Опять же Вспоминая свое детство Я помню Какой объем Деревьев Подстригался То есть Как-то обновлялся То есть Вот этих Рабочих Я их Каждое лето Видел на улицах Много Опять же Последние 10-15 лет Я их не видел совсем Понятно Что за это время Город Просто Пришло Некоторое запустение В плане Зеленого хозяйства И сейчас Не навсегда Наверное возможно Это все Каким-то Минимальными Затратами Это все сделать То есть Подстрижка деревьев Где-то приходится И вырубать Работу эту Нужно вести То есть Не производя ее Мы вернемся К тому Что Будут падать деревья Сильный ветер Будут там Причиняться И материальные ущербы Ну и Не дай бог Люди будут страдать То есть Вот этим хозяйством Нужно заниматься Им не занимались То что На месте каждого дерева Сейчас нужно посадить Новое дерево Не знаю Здесь нужно подходить С точки зрения Исполнения Во-первых Нормативов То есть Не всегда Старые деревья Сидели Были посажены Может это было Как скажем Самые произрастающие деревья И есть Территории На которых Деревья садить нельзя То есть Это там Территория По-моему Если не ошибаюсь 5 метров от здания Их нельзя садить То есть Теплотрассы Это охранная зона Теплосетей Теплосетей Электросетей Канализации Водоснабжения Потому что Они в дальнейшем Просто Ну Могут даже повреждать Своими корневыми системами Те же линии Электропередач Поэтому здесь Эта работа Должна есть И планомерно Вот тогда мы увидим Результат Который нас порадует Если это компаненщина То наверное Как бы Результаты Не будут положительным А вообще К застройщикам Есть требования По озеленению Это должно быть Учтено в проекте Проект проходит экспертизу То есть Соответственно С нормативами Мы должны Предусматривать Какие-то Зеленые лужайки Может быть деревья Но это опять же Остается В рамках Только земельного участка На котором мы строим Потому что За территорию Земельного участка Мы выходить не вправе И еще тоже Один вопрос Который беспокоит Очень многих жителей города Не только раскопки Но еще и К примонт Многоквартирных домов Которые в этом году Как известно Очень активно У нас идет И планы Грандиозные 900 домов Если не ошибаюсь По всей области За 2023 год Но у вас И у ваших коллег Возникают претензии По конкретным адресам Я в соцсетях Видел информацию По поводу Московской 1А Где подрядчик зашел А потом пропал Подрядчик зашел Больше года назад Больше года И потом пропал Причем дом изуродовал К изуродованному дому Меня просто Это как Может быть Старителя Как человека Который в этой сфере Занимается Меня это До глубины души Возмутило То есть Дом Первый этаж Был облицован Природным камнем И вот этот Природный камень Был покрашен Фасадной краской Что с ним дальше Сделать Я не знаю То есть Как ее очистить Либо возобновить Но это просто Нереально На мой взгляд И что с этим Будет делать Фонд капитального ремонта Потому что Подрядчика Нанимал он И ответственность Перед жильцами Перед собственниками Должны нести Фонд капитального ремонта Ну помните Как в переходе УЦума Красили гранитные плиты Там все-таки То есть А то здесь Природный камень Облицовочный Мне ужалка Это такое здание Сталинка То есть Они такие Самобытные И соответственно Они формируют Наш градостроительный Облик Нашего города Причем Это здание Находится Рядышком С вечным огнем Ну а в целом Ваше видение Того как Проводится Капремонт Этим вопросом Надо заниматься Ни разу Фонд капитального ремонта За всю свою деятельность Не выполнил план Не достигал До этого стопроцентного Результата То есть У вас есть сомнения Что в этом году Будет намного лучше Дай бог Чтобы я ошибался Благодарим Истекает время Нашей беседы Дмитрий Сергеев Генеральный директор Строительной фирмы Маяковская Член правления Союза строителей Кировской области Благодарю вас За сегодняшний визит К нам Спасибо вам Спасибо Всего доброго Всего доброго Особое мнение На 101FM